всем привет друзья я рад вас приветствовать на своем канале в сегодняшнем видео будем делать с вами вот такой вот очень яркий очень эффектный насыщенный макияж с большим количеством блесток с яркими графичными стрелками которые в принципе сейчас в тренде и давайте начнем модель мою зовут алина любезно согласилась мне позируется что и большое спасибо за ее терпение за мои вот эти вот всплески вдохновения которые я изображала на ее лице на самом деле я не знала что что я буду рисовать но в принципе все решилось по мере развития событий когда я наклеила переводную татушку это кстати татушку у меня с алиэкспресс которую я заказывала пару лет назад но у меня не было повода ей воспользоваться и она ждала удобного случая сегодня этот случай настал и я ее клею переводится на легко и просто главное хорошенечко смочить чтобы вот это вот бумажная основа она буквально вот с рисунка соскользнула и вот как видите без проблем все у меня отпечаталась единственный по краям я немножечко до печатают доклеиваю а после того как рисунок высох я еще прошлась по по нему прозрачной пудрой чтобы так упрочнить слой и чтобы точно никуда ничего не делать отлично давайте теперь перейдем к макияжу начну начну макияж с подготовки кожи это белорусский бренд витекс дневной крем с spf 15 увлажняющие слегка питательная текстура наношу на все лицом поклоном тонким слоем немножко стягиваю на шее потому что туда же буду наносить тонны чтобы он мне хорошо без проблем скользил не залипал и не не ложился кусками дальше кожи слегка подсвечивающую подсвечиваю базой от лены богданович наношу буквально тончайший слой чтобы подсветка была просто таким легким намеком изнутри глядя на состояние кожи на состояние лица у али я решила что начну макияж с корректором буду нейтрализовывать ее синячки которые в принципе ярко выражены и буду использовать консилер корректор от clorans everlasting в оттенке 02 который имеет такой персиковатый подтон этот и подтон хорошо мне поможет нейтрализовать на темные темные синячки темные круги у али и вот после того как уже сделала корректор я наношу тон это риммель он имеет такую сливочную муссовую текстуру довольно таки плотное покрытие имеет матово-бархатный финиш но что удивительно для такой текстуры он не подчеркивает никакие шелушения носится очень комфортно и вот какой-то тяжести не ощущается я буду припудривать этот тон матирующий вуалью от шоссе до в оттенке 10 буду припудривать только т-зону чтобы максимально прям убрать всякие блики с т-зону потому что ну некрасиво это смотрится тем более на камере чтобы не было у меня какого-то лишнего внимания допустим к носогубке это вообще отвратительно а вот периферию буду оформлять уже подсвечивающей пудры моей любимой от марки нинель эль барокко в 232 оттенки и буду наносить ее нейлоном для того чтобы покрытие было максимально тонкой а подсвечения подсвечивание было максимально такой вот не навязчивая дальше я буду возвращать лицу скульптуру для этого беру скульптор в оттенке 02 от марки лик очень красивый оттенок но пигментации там такая нормальная выше средней поэтому будьте с ним осторожнее набираете понемногу ознакомьтесь ним тоже аккуратно потому что им прям вообще легко напитнить вот прям вот на 1 2 поэтому берите небольшими небольшими такими штришками и пробуйте на руке и только уже после этого наносите переносите на кожу далее буду использовать румяна хайлайтер тоже от лик который я также купила как и скульптор на выставке в москве на make up days это румяна в 0 3 оттенки я их наношу и как румяна и как обычный хайлайтер потому что они скорее хайлайтер чем румяна но все-таки в них есть такой теплый персиковый оттенок который очень круто освежает и который очень круто подходит на весну вообще вот такие вот текстуры сияющие румян сейчас в особом тренде ну оно и понятно по логике вещей потому что весна лето солнышко нам хочется сиять и собственно мы сами себе создаем вот такие вот сияющие тренды далее буду оформлять брови брови будет будет брови буду оформлять карандашом от тэйф косметикс это триумф наш российский по моему бренд карандаш у меня с треугольным грифелем в 303 в 303 номере али любит такие брови по контрастнее по насыщенней по насыщенней поэтому рисую не стесняюсь ну плюс еще у нас макияж будет такой яркий насыщенной и здесь требуются такие вот яркие брови и иначе просто-напросто макияж глаз не будет гармонично смотреться на лице собственно вот такие вот брови фрида кал у нас получились и закрепляю волоски им вернее я их распушаю потому что аль любит пушистые брови и поэтому я максимально вверх их зачесываю благо у меня хороший броу тинт это sensation косметикс оттенок таупинг он хорошо поднимает волоски хорошо их там скрепляет и они держатся что самое главное они держатся это очень круто далее перехожу же к макияжу глаз и для построения каркаса я буду использовать гелевую подводку в черном оттенке от нинель я вам про нее уже рассказывала рассказывала что она очень крутая она хорошо тушуется у нее хороший оттенок она недорогая она очень стойкая и я люблю рисовать ей и стрелки и подложки под смоки и межресничку и вот я сейчас вырисовываю нижний каял вот такой вот насыщенный и мне нужна будет такая вот низкая тушевка очень дымчатая все без проблем справляется но нужно работать быстро потому что вы понимаете что это водостойкий гель и когда он зафиксируется вы его уже никуда не сдвинете с места небольшой для вас лайфхак если у вас нет опыта работы с гелевыми подводками и но вы хотите работать с такими текстурами то наносите вокруг зоны глаз консилер и не припудривайте подвижная кремовая текстура немножко упростит вам тушевку и не будет и по гелевая подводка не будет так быстро застывать фиксироваться как бы вот так вот сделал нижние нижнюю проработку вывела направление макияжа и от нижнего направления я теперь веду графичную стрелку которые я тоже растушевываю и я растушевываю и то есть я рисую тоже гелевой подводкой и быстренько все видите растушевываю и тоже если заметили я сначала рисую одну зону растушевываю потом другую зону растушевываю третью и четвертый то есть у меня последовательно если я буду делать все это то есть сначала нарисую стрелку не внизу и наверху потом на втором глазе на глазу глазе глазу в общем второй глаз нарисую у меня ничего не получится потому что пока я рисую 2 1 у меня же фиксируется и получится у меня обычная стрелка мне хочется именно растушевываю далее все подвижные века я заполняю и белый гелевой подводкой от ингл это вот здесь вообще тоже нужно работать максимально быстро потому что а мало того гелевая текстура быстро фиксируется так она еще очень очень стойкой в ее вообще никуда не сдвинете когда когда она застынет если гелевая подводка от минель можно еще как-то продвинуть что-то что-то и у вас больше времени то у вас максимально короткое время максимально короткий срок для того чтобы чисто красиво растушевать белый гель от инглэд у меня происходит залипание подвижного века гель у меня залипает поэтому мне нужно снять вот этот липкий слой я для этого беру вот вот этот вот оттенок из 35 палетки от жады и я припечатываю фиксирую нейтрализую вот эту липкость сухой текстурой и вот такой вот у меня результат получается на самом деле можно тут использовать белые матовые тени но мне попались вот такие вот особо не важно главное чтобы нейтрализовать мне нужно было нейтрализовать липкий слой далее мне нужно оформить красиво стрелки для этого буду использовать мою свою любимую палетку от немецкого бренда make up factory 070 и буду строить градиент сначала от светлого к темного к темному и завершу я черным оттенком Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И положу на центр для того, чтобы добиться того самого эффекта омбре. Это самая моя любимая техника. И это, кстати, самые мои любимые продукты. Вот эта вот парочка из карандаша и помады для моего ежедневного макияжа губ. Я чаще всего так крашу. И ресницы у нас подсохли. Клей подсох. Теперь можно прокрашивать. Я прокрашиваю тушью с силиконовой щеткой. Также от ларте. Я сначала подкручиваю кончики накладных ресничек. И потом уже к ним прицепляю свои родные ресницы, чтобы не было такого двурядья, такого нелепого, некрасивого эффекта. И вот такой вот образ у нас с Алей получился. В конце еще прикреплю фотографии, для того, чтобы вы еще раз оценили образ. Аля у меня сидела очень серьезная. Вся такая в образе. Вся такая деловушка. На самом деле за кадром мы смеялись, ржали и много шутили. Оставляйте комментарии, как вам такой образ. А также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.